Молодёжь дорогая И это общение ничем не заменишь, да? Ну, бывает, кто-то, может быть, и аудиозаписи слушает, и рассчитывает, может быть, даже видеозапись посмотреть, но всё равно это будет не то, чем живое общение, которое здесь, где присутствует сам Господь, которого мы просили Его присутствия. Друзья, у меня тема поручена, ну, вернее, я сам, как бы сказать, предложил эту тему, Николай Петрович позвонил и сказал общую тему, и у меня было такое желание поделиться на эту тему. Я прочитаю текст, записан 1-й книге Царств, 3-я глава. Седьмого текста я прочитаю, ну, основной это девятый текст будет. Самуил ещё не знал тогда голоса Господа, и ещё не открывалось ему Слово Господне. И возвал Господь к Самуилу ещё в третий раз. Он встал и пришёл к Илию, и сказал, «Вот я, ты звал меня». Тогда понял Илий, что Господь зовёт отрока. «И сказал Илий Самуилу, «Пойди назад и ложись, и когда зовущий позовёт тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». И пошёл Самуил и лёг на месте своём. Здесь тоже я обратил внимание, да, «зовущий» в скобочках. А вот Библия, которую мы читаем, тут курсивом набрано. Ну, что значит курсивом? Это значит, ну, похоже, как прописью. Это означает, что это слово, оно набрано переписчиком, добавлено это слово, для связки смысла. Ну, я тоже так читал, когда и так понимал, ну, зовущий, наверное, это курсивом. Ну, нельзя же так, наверное, сказать, что Господь наш зовущий. Или так можно сказать. Я размышлял над этим текстом, друзья. Ну, и когда размышлял, когда появилась эта тема, в этом году, когда был в Краснодарском крае, в одной из церквей, и там нас двое братьев, приезжих, участвовали. Один брат, вначале пожилой, такой участвовал, и он такую вот фразу сказал, свидетельство из своей жизни. Он говорит так, братья и сестры, меня Господь позвал к себе уже в старости. А я услышал это слово и думаю так, Господь позвал в старости. Ну, я так, ну, хороший брат. Мы потом беседовали с ним вместе, чай вместе пили. Я просто хочу сказать, что меня вот эта фраза побудила к размышлению. Я стал размышлять. Я не в плане критики его свидетельства, в плане размышления, друзья. Говорит, меня Господь позвал в старости. Я думаю так, наверное, имеет в виду, что в молодости его Господь не звал. Так ведь? Мы, наверное, тоже бы так поняли, да? Что в молодости Господь не звал, а вот в старости позвал. Ну, хотя бывает беден язык, может быть, он и по-другому хотел сказать, а так получилось. Но это побудило к теме рассуждения. Я стал размышлять, а так ли это, что в старости Господь его не звал? И стал вспоминать свою жизнь, когда воспитывался в нехристианской семье, в семье неверующих родителей. Знаете, когда я раньше свидетельства рассказывал, ну, рассказывал так, что я вот пошел туда, то услышал, то мне подошел, то сказал. Примерно вот такое вот, ну, знаете, такое повествование, что, как я вроде бы искал, и только потом, когда уже, ближе уже мне было 20 лет, тогда я конкретно услышал текст из Священного Писания, который побудил меня к тому, чтобы изучать и вне читать Евангелие. Но когда проходят годы, друзья, я вспоминаю свою жизнь, и не раз уже вспоминаю, и свое детство, и свою молодость. Хочу, друзья, молодежь, теперь с уверенностью сказать, даже будучи меня, неверующего человека, Господь к себе звал. Молодежь, а как у вас? Вас всегда зовет Господь? Или же, может быть, только во время молодежного общения? Итак, мы видим, что Самуил слышит голос Господа, и священник ему объясняет, когда зовущий позовет тебя, вот так скажи. Братья и сестры, зовущий, когда он зовет. Если мы читаем книгу пророка Иеремия, вот этот текст, который записан, здесь эта тема о познании Бога, то там двенадцать раз, я посчитал, обращается Господь к народу израильскому и говорит к нему, «Я говорил вам с раннего утра». Двенадцать раз повторяется только в пророчестве книги пророка Иеремии. «Я с раннего утра говорил вам». То есть, мы видим так, ну, а там дальше написано, «А вы не слушали? Я звал вас, а вы не отвечали». Ну, можно было бы спросить у израильтян, «А вы слышали, как он звал?» Я так понимаю, друзья, что, а что такое зов Господа? Однажды я слышал такое тоже свидетельство, один рассказывали тоже, рассказывал один молодой человек, что мама, верующая за него, молилась все время и приглашала его в служении. И вот однажды поперек слову мамы он все равно пошел в лес собирать грибы. Ну, вот нравилось ему это, в воскресенье. Пошел собирать грибы. Начал собирать грибы и вдруг сзади себя слышит громкий голос, «Иди в собрание!» Он бросил корзинку от него, это неожиданности, повернулся, никого нет. Думает, показалось. Ну, еще раз продолжает грибы собирать. И опять гром, еще громче голос, «Иди в собрание!» Он бросил корзинку, иначе будет, по-моему, там что-то еще было, я уже забыл, иначе будет хуже, что ли. И он побежал в собрание, прибегает в собрание, запыхавшись, там мама кается, там сразу просит прощения. Ну, я, друзья, не буду спорить, я, знаете, как хочу, понимаю так, что человек, который живет в этом мире и сталкивается порой с потусторонними силами, с бесовскими, иногда у него превратное понимание вообще о Боге. Ну, я так в жизни своей никогда не слышал, чтобы какой-то голос громогласный был, там, «Владислав, иди в собрание, кайся давай!» никогда такого не слышал. Может быть, и не стоит на это настраиваться, чтобы Господь какое-то видение показал или какой-то гром с неба прозвучал. Зовущий, а как зовущий? Не кричащий, не бичующий, зовущий. Если мы прочитали вот пророчество Веремия, «С раннего утра взывал». Вот просыпается человек, Господь к нему взывает. Симеон ли, там, Иуда ли, каждому обращается и говорит, взывает. Молодежь, вопрос, а Господь взывает только с утра? А ночью взывает Господь к человеку, нет? Мы тоже можем найти несколько мест из Священного Писания, когда Господь обращается ночью. Может быть, кто-то помнит сразу, вот так может вспомнить, когда Господь взывает к человеку ночью. В Библии об этом сказано. В книге Бытие, 23 стих, ночью Бог взывает к Авимелеху. Бытие 31, 24 к Лавану взывает тоже ночью. И к Валааму написано Господь тоже взывал ночью. Итак, друзья, наш Господь, вот таков наш Господь, Он взывает и не устает взывать. То есть, вот, рассуждая над этими текстами Священного Писания, мы можем сегодня с уверенностью сказать имя нашего Господа, ну, добавляя к тому, что и Господь Саваоф, Господь Любящий, и Сын, и Отец, вот к этому еще можно добавить Завущий, Завущий наш Господь. Причем нежно обращаясь к каждому из нас, к каждому. Я когда помню, вот, когда я в свидетельстве вспоминал, то думаю, так, ну, наверное, это случайность, я был, наверное, какой-то предрасположенный к этому. Когда в школе выбор был такой, какой язык изучать? Ну, я сказал, хорошо, у нас был выбор, или немецкий, или французский. Я сказал, я французский. Почему? Ну, потому что папа мой когда-то был в командировке целый год во Франции, много оттуда, что привез интересного, и думаю, так, я пойду французский учить. И учительница тоже об этом узнала. Какие-нибудь следы остались от того, что папа твой был во Франции? Я говорю, ну, да, там фотографии, вот, приноси на урок, покажешь, это будет наглядное пособие, интересно, как же твой был папа там во Франции? Ну, я схватил, друзья. Знаете, что вот всех картинок мне больше нравилась одна картинка, я будучи, повторюсь, друзья, неверующий, в семье неверующий. И там одна из картинок, Иисус Христос, и колючки вокруг его головы. Я не спорю, сегодня Вениамин говорил, что это дело рук художника, и разные картинки, и все, но со мной в тот момент уже начинал говорить Господь, я так понимаю, что звал уже. Мне больше всех картинок нравилась эта картинка. Я, будучи еще ребенком, принес эту картинку, и в первую очередь ее положил на стол к учительнице. Она глянула, срочно убери эту картинку, быстро, чтобы ее здесь не было. Я, конечно, не понял, а что произошло? И вот сейчас я вспоминаю, друзья, даже будучи в детстве, Бог зовет, разговаривает, не в видении, хотя мы читаем Священное Писание, и видения были, и голос обращался к людям, к пророкам, или просто к людям. Но Бог, Его такая особенность, Он зовущий. Братья и сестры, если, может быть, иногда у нас сомнения в этом будут появляться, почитайте Священное Писание, и вы увидите, что действительно Бог зовущий. Но вопрос второй. А кого Он зовет? У меня возникла, значит, первая мысль. Наверное, пророков, наверное, святых людей, ну, каких-то особенных там, ну, так скажем, служителей, хористов, или еще, вот каких-то особенных людей, но не тех же, которые, ну, как бы сказать, ведут неблагочестивые, красивую жизнь. Знаете, вторую мысль хотелось обратить на это внимание, что Бог зовет и к погибающему, и к погибшему. Книга Бытие, 3 глава, 9 стих. Кому обращается первый зов Господа к древности человеку? 3 глава, 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Друзья, почему Бог возвал к Адаму? Потому что он был святой, или он все правильно, безукоризненно поступал, или же он был, ну, регентом хора, служителем был. Почему к нему Бог обратился? Потому что его путь, Адама, шел к погибели. Хотя уже смерть уже наступила, если догматически точно посмотреть, да? Но вместе с этим Бог взывает к нему, потому что Бог зовущий. Евангелие от Луки, 19 глава, 10 текст, говорится так, «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Взыскать, значит, воззвать, обратиться. Вот таков наш Господь. Взыскать, то есть, ни праведных, не праведных, ни те, которые, ну, как бы сказать, уже чего-то достигли, что-то о себе думают. Спасти погибшие, и Бог взывает к ним. Поэтому, друзья, вторую мысль хотелось обратить на это внимание, что Бог взывает к погибшим и погибающим. Третий момент. Зовущий к служению. Иеремия. Ну, также Иеремия, здесь мы читаем, в этой же главе, здесь об этом говорится, сам пророк, он, будучи еще молодым призванный, да, он говорит об этом, как зазвал его Господь. И это для него действительно было, ну, такое приятное впечатление. Первая глава, четвертый текст. И было ко мне Слово Господне. Ну, и дальше там говорится, прежде нежели я образовал тебя во чреве. Пятый текст. Я познал тебя. Прежде нежели ты вышел из утробы и осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. Братья и сестры, да, действительно, как Господь призывает грешников ко спасению погибающих, а тем более зовет Господь к служению. И это тоже очень важно. Призывает к служению. И неоднократно, напоминая, где-то, может быть, какие-то есть даже те грехи, которые могут поставить препятствия в дальнейшем, если это братьям, быть, совершать пресвитерское служение. И Бог, Господь, все делает для того, чтобы остановить, предупредить, сказать Максимле или еще кто-то, не делай этого. Не делай. Зовущий. Зовущий к служению. И об этом мы видим, что даже от самого начала еще жизни Бог зовет. Конечно, кто-то так понимает, ну, как с одной сестрой беседовал, пришедшая из регистрированной церкви. Мы потом с ней беседовали. Сестра-то хорошая. Но мы потом вот рассуждали об этом, что она-то вот восприняла оттуда, кальвинистское учение. И вот она, читаешь, есть текст из Писания, «На выходу Носор поднял свой взор к небу». Мы говорим, давайте, сестра, порассуждаем. Она, не он поднял, это Господь поднял его взор и направил к небу. Подождите, где же вы прочитали? Но Бог так не делает. Или блудный сын пошел к отцу, не он пошел, это Дух Святой взял его и повел к отцу. Неправильно, неправильно. Вы вот восприняли то, что вот вам в том месте, где вы жили, проповедующие, неправильно преподносили. Господь так не делает. Зовущие, это правильный призыв, делает Господь каждому человеку. Четвертый момент, друзья, называющий по имени. Исайя 45, глава 3, по 4 текст. 45, 3, по 4. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровищ и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израиль». Вот на что хотелось обратить внимание, друзья. Бог обращается к каждому из вас и ко мне по имени. Вот в этом, знаете, какую мысль хотелось на что обратить внимание? Он очень каждого из нас с вами почитает. Я слышал, что не раз, вот сейчас вот более так распространенно, что ли, раньше как-то это на зонах было, а сейчас более распространенно клички давать. Ну, кому-то там дают клички, там разные, где-то, учебных заведений. Ну, у Господа очень почтительное отношение к каждому человеку. И причем у Бога зов такой к человеку, чтобы не только его даже, ну, как бы сказать, обратить внимание на каждого из нас, но чтобы еще, ну, как бы сказать, еще сделать лучше, сделать прекрасными. К примеру, мы читаем Иаков, вообще, как это имя переводится, вот обращается Господь к Иакову. Знаете, нет, как Иаков переводится? Ну, в основном говорят хитрый, да? Хитрый. Ну, так, если в словаре я смотрел вытесняющий или выталкивающий Иаков, а вот уже Господь говорит, отныне тебе будет имя уже не Иаков, а Израиль. Израиль, ну, борющийся, благословенный Богом, Израиль. То есть, Бог, когда обращается к каждому из нас с вами, Он знает по имени, глубоко уважая каждого человека и любя, даже, может быть, в коллективе, где вы есть, может быть, вас уже кто-то там и не уважает, уже там где-то и прозвищи какие-то дают, но у Бога почтительное отношение к каждому человеку. И последняя мысль, друзья, призывающий для благословения Исаия тоже 51 глава, второй текст, да, здесь быстрее появляется. Посмотрите на Авраама, отца вашего и на Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его. Я призвал, то есть, позвал, да, и благословил. Хотелось бы последнюю мысль, друзья, для чего зовет Господь, для чего призывает, но не для того, чтобы унизить, не для того, чтобы только показывать, какой ты плохой, ничтожный, ну и все, ну это действительно так, да, действительно мы люди, многие и согрешаем, и где-то падаем, и неправильно поступаем, и снова ошибаемся, но у Бога задача призвания благословить нас, друзья, вот такое желание у нашего Господа, и если когда мы признаем где-то свои ошибки, поступки неверные, грехи, каемся, где-то может быть даже через себя переходим, через свое самолюбие, у Бога цель благословить нас. Итак, друзья, вот таков наш Господь, который зовет, зовущий, я повторю, друзья, зовущий, круглосуточно, первая мысль, второе, зовущий погибающих и погибших, третья мысль, зовущий к служению, четвертое, зовущий по имени, с почтением, и пятое, зовущий для благословения. Пусть Господь, друзья, нас благословит, чтобы мы могли всегда понимать, и, как написано, блажен тот народ, который знает этот зов, чтобы нам всегда воспринимать, что говорит Господь, иметь чуткость, понимать, когда обращается к нам Господь, быть отзывчивым на этот призыв. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,